В сегодняшнем видео хочу вам показать, как можно быстро обработать фотографию в приложении InShot. Итак, мы зашли в приложение InShot, нажимаем кнопочку фото, выбираем фото из своей галереи. Фотография выбрана и первым делом нам нужно определиться с размером этой фотографии. Если мы делаем фотографию для Инстаграма, то, как вы знаете, там есть формат 1х1 квадратный, либо 3х4 такой вытянутый. У нас есть два параметра, холст и вырежьте. Если мы перейдем в холст, нажмем 1х1, то, как видим, нам эта функция добавляет поля по бокам фотографии, но саму фотографию не обрезает. Причем, если мы эту функцию выберем и зайдем во вкладочку задний фон, то, как видите, задний фон можно выбрать либо цвет, либо градиент, либо размытый фон. В общем, переходим в холст, я нажму оригинал и перейдем во вкладочку вырезать. Эта функция обрезает фотографию. Например, если мы выберем 1х1, фотография обрежется, а мы можем подрегулировать, что мы хотим оставить на фотографии, а что обрезать. 3х4 в нашей фотографии не подходит, потому что слишком много обрезается, поэтому 1х1 вот так выберем. Дальше, что мы можем делать с нашей фотографией? У нас есть функция регулировка. Здесь мы регулируем яркость, контраст и так далее. Все вот эти настроечки можем менять. И есть вкладка фильтры. Это уже готовые фильтры, которые просто можно наложить на фотографию. И, как видите, она меняется. Мне, например, нравится фильтр Story. Он такой насыщенный. Тут есть вкладки с бесплатными фильтрами. И если мы пролистаем до конца и нажмем колесико, увидим, что здесь есть еще другие фильтры, которые скрыты. Вот глазик перечеркнут. Если мы нажмем на глазик, то эти фильтры добавятся к нам сюда в панельку. Когда мы выбираем фильтр, если мы еще раз нажмем на этот фильтр, мы увидим, что он регулируется. Мы можем его применить более интенсивно или менее интенсивно. И уже после того, как мы наложили фильтр, можем перейти в регулировку. И здесь еще подредактировать, если хотим, яркость, контраст, теплота, насыщение. Ну, более насыщенные цвета. Либо можно увести вообще в черно-белый. Ну, можно добавить буквально совсем чуть-чуть. Деградация цвета. Как видите, такая как будто бы дымка на фотографии. Выделение. Как-то более делает белые цвета. Либо более насыщенные цвета, либо какие-то более выцветшие. Тень делает нам участки с тенью либо более высветленными, либо более затемненными. Можно слегка высветлить. Цвет. Это на фотографию накладывается определенный оттенок цвета. Причем мы можем регулировать его интенсивность. Например, зеленый. Но я выберу без этого эффекта. Оттенок. Ну, здесь тоже что-то меняется. Виньетка добавляет нам на углах затемнение. На углах фотографии делает затемнение. Резкость. Можно сделать фотографию более резкой, если хотите. И шумы. Интересный эффект добавляет эффект зернистости на нашу фотографию. Как бы ее немножко состаривает. Это что касается регулировки. Есть еще, как вы видите, вкладочка эффект. Здесь их совсем немного в бесплатной версии. Например, такой глитч эффект. Флип. Это вот такое какое-то отражение. Зеркальное отражение. Мозаика. Неон. RGB. И есть много платных эффектов. Вот, например, такое размытие интересное. Вот. Но мы оставим оригинал. Еще, как вы видите, у нас на панельке инструментов есть возможность добавить стикер. Хотя он нам сейчас и не нужен. Просто покажу, какие есть возможности. Первая вкладка. Это магазин стикеров. Здесь есть, видите, свободно. Это бесплатные стикеры. И есть платных много стикеров. Бесплатные можно просто подгрузить себе на телефон. Есть у нас возможность добавлять со своей галереи. Если мы нажмем на плюсик, можем выбрать какие-то фотографии со своей галереи. Либо подготовленные в ПНГ картинки. Стандартные стикеры от приложения InShot. Смайлики разнообразные. И дальше тут еще тоже идут наборы стикеров. Среди которых есть, вот, например, платный пакет. И предлагает нам 20 наклеек. Можно загрузить свободно. Просто нажимаем, они подгрузятся. И мы их увидим. После просмотра рекламы к нам загрузились вот такие стикеры. Добавить стикер проще простого. Просто нажимаем на него, и он появляется на нашей фотографии. Его можно также расширить, повернуть. Либо просто удалить. И есть возможность... Так, не удалился. И есть возможность накладывать текст. У текста у нас есть тоже регулировка цвета. Внизу, в нижней панели мы выбираем, как будет выглядеть его начертание этого текста. С подложкой, с обводкой. Еще разнообразными способами. Либо выбирать цвет этого текста. Вот самый первый просто текст, без всяких заморочек. И можно выбрать его цвет. Если нам этот текст нужен на фотографии, нажимаем галочку. Либо же удаляем. И последняя, предпоследняя вкладка «Рамка». Что она нам дает? Вот она нам дает возможность поместить фотографию в рамку. Вот здесь видите задний фон, размытая фотография. Чтобы поменять задний фон, нам нужно перейти в вкладку «Задний фон». И здесь выбрать, например, цвет. И здесь разнообразные рамки, размер которых регулируется. Если мы хотим сделать без рамки, выбираем квадратик и уводим в ноль. Это то же самое, что без рамки. Вращение. Тут есть вкладочка «Флип». Это отражение. Зеркальное отражение фотографии. Вращение. Если необходимо. И угол. Можно вот так еще вращать свою фотографию. Увеличить. Это просто вот так растянуть ее. После чего нам остается только нажать на кнопочку «Сохранить». И после просмотра рекламы наше изображение загружается в наш телефон. И после того, как мы нажимаем стрелочку, программа спрашивает удалить эту фотографию или оставить в качестве проекта. Пускай будет удалить. Друзья, надеюсь, видео было для вас полезным. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал.